Всем привет, с вами Александр Аптичкин, основатель сайта Multuroki.ru Программа Anime Studio Pro, Moho Pro, все больше набирает обороты и благодаря своему удобству и интуитивно понятному интерфейсу скорости работы через кости и через контроллеры уже почти выяснилось рынка анимации ранее популярную программу Adobe Flash созданную изначально не для создания мультфильмов, а для создания анимированных баннеров Но за неимением в те времена на рынке других программ Adobe Flash начали создавать и мультфильмы Сейчас появление специализированных программ все студии анимации, которые, я знаю, уже перешли на работу в Anime Studio Pro Отказ браузеров от технологии Flash, которая была разносчиком вируса в пользу технологий HTML5 и CSS3 лишь усклюбило процесс умирания программы Flash Давайте посмотрим с вами, как просто и быстро можно создать персонажей в Anime Studio Pro Если у вас что-то не получится, не переживайте В описании к этому уроку будет представлен подробный урок на тему создания костяных персонажей в программе Anime Studio Pro Ну что ж, а мы с вами начинаем Файл новый проект Перед тем, как работать в программе, нужно ее настроить Поэтому заходим в настройки, ставим ширину, высоту кадра и скорость кадров, например, 25 Также зайдем в качество отображения, поставим высокое качество Поставьте галочки, как у меня Возможно, вам понадобится галочка GPO Acceleration А может и нет, поиграйте с ней Итак, переходим на слой, который по умолчанию создается И называем его тело Выбираем инструмент ручного рисования, настройки, как у меня И через левую кнопку мышки рисуем тело Выбираем инструмент создания шейпа Выбираем им все точки вектора И нажимаем на кнопку создать шейп Теперь можно перейти в настройки стиля И установить нужную толщину контура Если по каким-то причинам вы меняете настройки, а они не применяются Значит, выделение со слой спало Выберите его инструментом выбора шейпа И можно продолжать работать с ним Менять цвет контура, заливку и так далее Давайте остановимся на толщине 30 Теперь создаем новый векторный слой Называем его рука 1 Все так же выбираем инструмент ручного рисования И также через инструмент создания шейпа создаем шейп Теперь создаем дубликат этой руки Создается рука 2 Переходим на инструмент перемещения слоя Он у вас на первой позиции Зеркалим слой через данный переключатель И перемещаем слой там, где должна быть рука Теперь создаем дубликат этой руки И называем, например, нога 2 Перемещаем ниже И через инструмент выбора векторных точек Чуть удлиним ногу, чтобы она была ногой Теперь создаем дубликат этой ноги Называем нога 1 Все так же встаем на инструмент перемещения слоя Зеркалим и передвигаем туда, где должна быть нога Теперь создаем слой для головы Кстати, перемещать сцену можно через правую кнопку мышки А зуммироваться через колесико Итак, выбрали из готовых кружок Сажали клавишу shift И нарисовали ровный кружок, который станет головой Выбрали инструмент перемещения слоя И разместили там, где соответствует быть в голове Как работает этот инструмент? Если вы хватаетесь за промежуток между рамкой То вы вращаете слой В соответствии тому, где установлен центр Если вы хватаетесь за границу рамки То вы увеличиваете слой Хорошо, время создавать костяной слой Выбираем все слои через shift Перемещаем костяной слой И давайте вскроем его, чтобы проверить, что все слои туда попали Теперь выбираем инструмент добавить кость И создаем первую кость Через инструмент силового воздействия Убираем с нее все воздействие на ноль Теперь выбираем инструмент transform one Возможно, он у вас на другой позиции И как он работает? Хватаясь за точку у начала кости Вы ее перемещаете за центр Вращаете За конец удлиняете Пока наша кость посвечена красным Выбираем инструмент добавить кость И прокладываем в теле, например, три кости Это сделано для того, чтобы между костями была взаимосвязь Каждая следующая кость Точнее, каждая предыдущая Должна быть красной Чтобы это сделать, нужно также нажать на кость Давайте, например, в руке проложим кости неверно Я еще немножко зумирую, чтобы не было привязки И мы просто прокладываем в руке две кости Теперь мы нажимаем на стрелок reparent И видим, что все стрелочки сводятся к главной кости Но между рукой и телом нет взаимосвязи Поэтому мы нажимаем на кость Делаем ее красной, выбираем сюда reparent И просто нажимаем на ту кость, от которой хотим получить зависимость Давайте в другой руке проложим верно кости Выберем главную кость И пока она красная, начинаем прокладывать во второй руке кости То же самое делаем и в ногах Выбираем кость как главную И от нее прокладываем две кости в ноге Давайте в другой ноге проложим кости неправильно Просто прокладываем две кости И теперь, выбирая инструмент reparent Мы просто нажимаем на кость, у которой нет связи с главной костью И нажимаем на главную кость, чтобы остановить связь Это лишь было для тренировки Теперь, перейдя в первый кадр, можно уже попробовать анимировать нашего персонажа Выбираем инструмент манипуляции костью И смотрите, наш персонаж не сгибается Дело в том, что вектор будет сгибаться только там, где установлена точка вектора А в теле у нас всего две точки вектора Сверху и снизу Поэтому во всех местах соединения костей нужны также точки вектора Давайте это сделаем Удалим ключевые кадры из первого кадра Перейдем в нулевый кадр И по всему персонажу проставим точки вектора там, где соединяются кости Переходим на слой тела Выбираем инструмент добавить векторную точку И добавляем в местах соединения костей векторной точки Так же происходит и с руками То же самое делаем и с ногами Теперь давайте перейдем в первый кадр Выбираем инструмент манипуляции костью И проверим, что персонаж уже начал сгибаться верно Но это еще не все проблемы Давайте попробуем проанимируйте руку Выбираем кость в руке Выбираем инструмент манипуляции костью И смотрите, весь персонаж двигается от движения руки Это неверно, это надо тоже исправить Во-первых, давайте выберем все кости в теле персонажа Кроме главной кости И через инструмент силы воздействия уменьшим силу воздействия до размера вектора А в голове увеличим до размера головы Так вот, нам нужно завязать кости индивидуально на части тела Для этого выбираем кости в руке Встаем на данную руку И используем функцию Use Selective Box for Flexibinding Чтобы назначить данным костям только слой с рукой То же самое делаем и с другой рукой Так же встаем на тело Выбираем кости в теле персонажа И тоже используем эту функцию То же самое делаем и с ногами Выбираем соответствующую ногу Выбираем кости в этой ноге И привязываем их индивидуально Теперь, перейдя на любой из слоев Мы видим, что определенным слоем соответствуют свои кости Давайте перейдем на слой с головой Переименуем этот слой в голову И перейдем в первый кадр Посмотрим, как анимируется наш персонаж Вся анимация начинается только с первого кадра Все четко, рука движется И персонаж теперь не шатается Давайте вернемся в нулевый кадр И сделаем у ног контроллера Чтобы привязать нашего персонажа к земле Сбрасываем все в отделение И у второй ноги также прокладываем кости Которые ни от чего не зависят Выбираем эти две кости И через инструмент силы воздействия Убираем силы воздействия на ноль Если по каким-то причинам Ваша кость зависит от какой-то кости Ничего страшного Выберите ее инструментом Майр и Пэррот Нажмите где-то вне всех костей Теперь посмотрим на имя кости Называется она B14 Переходим на предыдущую кость И свой сок таргет ставим B14 То же самое делаем с другой костью Имя кости B15 Переходим на предыдущую кость И в таргет указываем B15 Теперь перейдем в первый кадр Выберем инструмент Transform Bone И попробуем подвигать нашего персонажа За кости, как я говорил Хватает за кружки У меня есть свой инструмент Который позволяет не прицеливаться А просто нажимать на кость Для удобства анимации Теперь давайте нашему персонажу Добавим глаза Создаем еще один векторный слой Называем глаза Выбираем инструмент ручного рисования И с зажатой клавишей Shift Рисуем кружок Выбираем этот кружок Инструмента выбора шейпа И перекрашиваем в черный цвет Теперь выбираем этот кружок Инструмента выбора векторных точек Нажимаем Ctrl-C, Ctrl-V И дублируем наш слой Теперь создаем где-то на сцене кость Также с нее снимаем все воздействие Так как это контроллер Давайте установим связь Между этим контроллером и головой Теперь переходим в слои И создаем групповой слой В этот групповой слой Объединяем голову и глаза Для чего? Для того, чтобы создать маску Сделать так, чтобы слой с головой Лежал нижним слоем А глаза верхним слоем Теперь встаем на слой с глазами Выбираем инструмент Привязать слой И указываем на какую кость Мы хотим привязать глаза Два раза жмем на слой с головой Включаем слой, добавляющий маску И теперь наши глаза будут скрываться За контурами головы То есть они будут видны только на голове Давайте это проверим Перейдем на костяной слой Выберем данную кость Которую мы привязали глаза И все четко Давайте просто попробуем Панимировать нашего персонажа И посмотреть Не нарушились ли какие-то связи И можно ли продолжать Анимировать нашего персонажа С тем рикингом Который мы ему сделали Все прекрасно анимируется И все двигается Ну что ж, друзья Спасибо за внимание Смотрите подробный урок По созданию костяных персонажей В программе Anime Studio Pro А я с вами прощаюсь До встречи в новых уроках Пока